Добрый день! Сегодня мы создадим простейшее приложение при помощи программного обеспечения ClickSense. Открываем ClickSense и создаем новое приложение. Давайте назовем его Demo33. Приложение успешно создано и мы его запускаем. Для того, чтобы продемонстрировать вам работу приложения, я создал несколько источников с данными. Это файлы Excel. Один файл содержит таблицу продавцов с полями имя продавца, должность, пол и возраст. Давайте добавим эту табличку в приложение. А второй файл содержит список городов, в которых наши менеджеры осуществляли продажу. Это идентификатор пользователя, который продавал, город, в котором была продажа и сумма, на которой была продажа. Также добавим это в наше приложение. В данном случае у нас две таблички, но они между собой не связаны. Давайте их свяжем. Простым перетаскиваем. Клик умный. Он определил, что там и там есть поля, 100% совпадающие по данным. Поэтому предложил их связать и создал ключ автоматически. Кроме того, давайте добавим в табличку с пользователями вычисляемое поле. Для чего оно будет служить нам? Для отображения возрастной группы пользователей. Нам будет так проще и удобнее строить аналитику. Давайте добавим его как возрастная группа. А в качестве выражения я уже подготовил выражение. Добавим такое выражение. Все. Наше поле успешно создано. Собственно, с подготовкой данных это все. ClickWil позволяет загружать данные из различных источников. Это и файлы, и базы данных, и внешние веб-сервисы. И после этого выполняем так называемую процедуру ETL. Это Extract Transfer Loat, когда данные преобразуются, трансформируются и загружаются только уже после этого в приложение. В данном случае мы все это сделали без строчки кода. Однако можно и кодировать. Все. Наше приложение успешно сформировано. Теперь давайте перейдем к построению собственной визуальной аналитики. Для начала давайте добавим карту с суммой продаж по городам. Помните, в нашем одном из источников было поле город. Клип умный. Он тут же связал это поле с геоданными и выполнил привязку к координатам. Давайте в качестве меры укажем сумму продаж. Немного изменим внешний вид отображения. Чтобы диаграмма стала более читабельной. Давайте добавим заголовок. Это сумма продаж по городам. Аналогичным образом мы можем добавить карту с количеством продаж по городам. Давайте это сделаем. Аналогичным образом изменим внешнее представление. Однако в данном случае выберем градиентные цвета для отображения по диапазонам. Далее давайте построим простейший график. Линейную диаграмму с отображением продаж по нашим менеджерам. Максимальную сумму. Мы можем выбрать меру с помощью такого мастера, либо добавить ее в библиотеку. Для того, чтобы в дальнейшем нам было проще работать с мерами. Так как мы будем на все графики добавлять одни и те же меры. Это количество продаж, сумма продаж, средняя продаж. Давайте добавим. И по-русски назовем для того, чтобы этим было удобнее пользоваться. В дальнейшем библиотекой измерения мер и даже визуализации могут пользоваться бизнес-пользователи, что значительно упрощает разработку визуализации на неподготовленных бизнес-пользователях. Теперь в качестве меры мы можем добавить просто сумму продаж. Дальше давайте добавим круговую диаграмму. Нам интересно, например, продажи по возрастной группе. Видите, вся аналитика делается обычными кликами, практически без строчки кода. Значит, продажи по возрастным группам. Все, мы построили с вами один лист. Давайте еще заголовки расставим. Это у нас была слева сумма продаж. Здесь количество продаж. Шпаг города. И все. Аналитика получилась живой. Мы можем на карте делать, например, выделение. Несколько регионов и смотреть, какие менеджеры в каких объемах продавали. Мы можем также выбирать возрастные категории. Клик моментально применяет наши выборки. Видите? Применяются все выборки. Ну и, естественно, выборки можно очистить. Давайте дальше. Давайте создадим еще один лист визуализации, на котором мы посмотрим объемы продаж. Ну, например, по возрасту или давайте по полу. Разбивки по полу. И возрастной категории в группе. Для удобства. Давайте изменим вид графика. Таким вот образом. Из этого графика мы видим, что основной объем продаж нам делают женщины до 30 лет. аналогичную картину мы могли бы на карте дерева, так называемой графики, посмотреть. Также выбрав пол, возрастную группу и сумму продаж. И сумму продаж. То же самое. Наконец, давайте добавим в нашу аналитику табличку. Это будет сводная таблица, которая будет содержать возрастную группу, пол и, собственно, имя продавца. А в качестве меры давайте добавим сумму продаж и количество продаж. вот у нас получилась такая таблица, где мы можем разворачивать и посмотреть, как итоговые значения, так и детально спускаться на любой уровень. Таблицу можно визуально изменить. Ну, например, мы давайте сделаем, чтобы она всегда была полностью развернута и отображалась в одну строчку. То есть увеличим немножко отступы. Также нам хочется подсветить, например, цветом все продажи более 150. Давайте сделаем это. Перейдем к сумме продаж и добавим выражение цвета для текста. Это очень просто. Напишем, если сумма наших продаж больше 150, то цвет будет написали выражение для цвета и видим, что действительно наши значения больше 150 подсветились красным. Также можно добавить еще один столбец. Например, мы хотим еще разливку по городам. добавить. Вот, добавилась наша разбивочка по городам. Теперь давайте добавим еще один вид диаграммы на еще один новый лист. Например, это будет линейный график. Мы хотим видеть продажи по... Давайте по должностям этого еще не было. и мы хотим видеть среднюю сумму продаж в каждой должности, а также минимальную и максимальную сумму продаж. при этом для того, чтобы, например, изменить измерение на примерно возрастную группу, достаточно просто перетащить его не попал. Вот таким вот образом. И заменить должность, например, на возрастную группу. Ну, раз уж я не попал, давайте посмотрим, как добавляются фильтры. Значит, можно добавить несколько фильтров. В карте добавим имя, пол и город, в котором осуществлялась продажа и возраст. Для наглядности здесь мы можем продемонстрировать принцип основной работы подсветки ассоциативных связей клика. Если мы выбираем, например, возрастную категорию, то у нас все связанные записи тут же выделяются, в том числе и на графике. либо мы хотим выбрать всех мужчин, например, которые продавали в Екатеринбурге и еще в нескольких городах, которые мы выделяем. Или в Нижнем Новгороде. Давайте добавим еще один вид диаграммы. Например, это будет давайте добавим точечную диаграмму. В разбивке также давайте по возрастной группе и наша сумма продаж и количество продаж по различным осям. И цвета у нас мы поставим в зависимости от меры. Также мы, например, в кредиентной представлении. При этом в зависимости от того, как мы будем ставить меры в каком порядке также будет изменяться график его визуальное представление. Давайте попробуем посмотреть, зависит ли продажа от возраста и пола. как осуществляется распределение продаж при этом. Таким образом давайте чуть-чуть растянем. таким образом мы можем посмотреть, что действительно и у мужчин и у женщин более молодые продают более активно на большие объемы продаж выполняют. Например, среди женщин максимальная сумма продаж 25-летний и у мужчин 33-летний. И можно посмотреть, как кувантиль продаж смещается. Видим, что для мужчин и для женщин он выглядит одинаково. На этом позвольте закончить. У меня все.